Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня хочу говорить о послании Галатам, послание апостола Павла Галатам. Вот в этом послании Павел говорит так твердо, конкретно, жестко, но зато все понятно. Иногда люди так кругами что-то говорят, и ты до конца не понимаешь, что ты хочешь сказать. Павел говорит здесь очень понятно, потому что шла борьба в то время за вот этих верующих в Галатия. Галатия была огромная территория вот на сегодняшней Турции, и там, так сказать, либо закон, либо вера. Что важнее? Я прочитаю первые стихи из третьей главы. О, несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначатан был Христос, как бы у вас распятые. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы уже, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа и совершаете между вами чудеса, через дела ли закона себе производит, или через наставление в вере. Правда, сильное слово чувствуется, переживает апостол Павел, называет их несмысленными Галатрами. Он говорит, что как бы они зря трудились, если вот так все дальше будет идти зазря. Интересно, да, иногда мы думаем, вот мы столько много чего-то достигли, с детства верующие, то и то, и то сделали. Но важно не то, чем мы были когда-то, важно то, чем мы являемся сегодня. Что для нас важно, что определяет нашу жизнь. Действительно, дело благодати, что Иисус Христос за нас отдал свою жизнь, что все через Него, в Нем, через Него все создано. Он в нас упование славы. Или мы уповаем на дела законов, потому что я это делаю, потому что то делаю, соблюдаю, из-за этого я спасусь. И вот так было тогда. Пришли другие верующие. Они сказали, надо соблюдать закон, надо быть обрезанным, надо соблюдать праздники, надо делать то и то, чтобы быть угодными Богу. Да, оно важное, то, чтобы Христа, вера в Христа, она отходила на второй план. И это было для Павла вот прямо страшно. Он говорит им, вы знаете, ведь до закона был Авраам. И Аврааму Бог уже сказал, чтобы, так сказать, через Него благословятся все народы и язычники. Почему? Да потому, что он жил по вере. Ему вера была обменена в праведность. Вы помните, как Аврааму было сказано, что вот у него будет столько-то, столько-то детей, сколько звезд на небе. Он смотрит на жену, ей 90-е лет. Он смотрит на себя, где там могут быть дети. Но он поверил. Он поверил. Мы знаем, Бог потом заключил своим завет. И он был вот человеком веры. Через веру он был оправдан. И мы являемся как бы его наследниками. А закон, он был, так сказать, помощником. Он тогда вели, так сказать, правило, как вести себя до Христа. Но как пришел Христос, то исполнилось вот это обетование, которое было дано Аврааму. Я еще прочитаю последние стихи из этой главы. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Дабы нам оправдаться верою по пришествии же веры, мы уже не руководствуемся где-то водителем. Ибо все мы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, нет женского. Ибо все мы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Видите, как сильно все связано. Если мы по обетованию, то есть люди не еврейского происхождения, не иудейского происхождения, а язычники все приняли Христа, то он говорит, мы тоже наследники, мы как дети Авраамова, потому что мы получаем обетование по вере. А обетование по вере пришло со Христом. Когда Христос пришел, когда он был от Бога послан на эту планету к нам, когда он родился, прожил это всю жизнь, сделал великие чудеса, и потом под конец был, так сказать, распят, побит, так сказать, и принес себя самого в жертву за грех, вот тогда пришло спасение. Вот тут пришло благословение. Вот здесь приходит вера, и она приравнивает всех людей, разных наций, разных полов. Сегодня говорят так много о женщине-мужчине, это одинаковые должны быть. Да, они одинаковы перед Богом, это уже Павел сказал тогда, все перед Богом одинаковые. Обязанности другие у мужчин и у женщин бывают, мы видим, но все перед Богом едины, равны. Бог-то, кстати, и рабов, и всяких тех наций, тогда же были тоже греки, они имели такое особое значение, да, у них была культура, их нельзя было сравнить с некоторыми народами, у которых ничего по тем временам не было. Тем не менее, перед Богом все едины. Каждый может принять Христа, каждый может оправдаться им по вере и жить, и быть радостной в нем, как мы видим, что и чудеса происходили по тем временам, и Христос был как предначертан перед их глазами, вот так они верили. Но вот я замечаю, что и в наше время часто вот хотят нарезать какие-то дела, вот если это сделаешь, тогда будешь правильным. Да, мы как верующие созданы для других добрых дел, мы хотим делать добрые дела, но спасаемся мы не добрыми делами, а спасаемся, потому что Христос за нас умер, потому что Он за нас положил жизнь, потому что в Нем спасение по вере, и поэтому Господь нам дает Духа Святого, как печать в наше сердце, что мы Его дети, и мы знаем, мы Его дети по вере, да поможет нам Господь во всем, чтобы мы жили с Ним, чтобы с Ним поступали по вере и были Его детьми всегда. Аминь.